Жизнь и судьбы людей в тайге. Часть 10 у нас сегодня. Заключённые в тайге. Проходим на КПП. Петрович всё выйдет, всё слышит и Бобик всё нюхает. Кто поставил перчаточку, кто нет. Снизу ставьте перчаточки синенькие. Палец вверх. Вот так вот. Проходим, проходим, не задерживаемся. Садимся, слухаем. Часть 10. Иван Иванович пригласил. Пойдём с нами обедать, Егор Дмитриевич. Пойдём. Благодарствую, Иван Иванович. Да я сыт по горло. А Уська ещё не приехал? Кому Уська, а кому Устин, буркнул Симеон. Истинно так. Кому и Устин. Кому, может, ещё и Устин Силантьевич. А для меня Уська. В местях раслиж ведь. Может, и без него вартель примёте. Аль нельзя так? Ишь ты, напасть какая. Ну что ж, годы ждали. Вот и денёк-другой подожду. Наше дело такое. Жди и надейся. Правда, Ксюшенька? А? Правда, дядя Егор. Правда. Жди и надейся. Ответила Ксюша и на Егоров вопрос, и на свои сокровенные думы тоже. Артельщики отправились в избушку обедать. Шли молча. Только Егор продолжал рассказывать, как росли они с Уськой в деревне. Как играли с ним в бабки. Ловкий он был такой. Завсегда всех обыгрывал. Да. Да. Хм. И добрейший, и страсть. Егор всегда всех хвалил. Всегда. И всех. Такой он был. И ловкий. Не доглядишь, непременно скон у казны утащит. Да хватит тебе врать-то уже. Сердился на него Симеон. Ну что ты, Семша. Разве я позволю кому на Уську врать? Я глаза выдеру, кто про него скажет, что худое. Потому я Уську больше всех на свете люблю. И он меня любит. Как приехал на прииск, так сразу к кому? К Аграфене с Егором. Кого первонаперво стал звать безымянку, Вартель? Аграфену с Егором. Вот только я как-то малость жамешкался. От обеда Егор наотрез отказался. И пока артельщики молча хлебали суп-скороварку, сидел на пороге избушки и смотрел в угол за печку. Виноватость его сгорбленной хилой фигуры в слезящихся, покрасневших глазах, в дрожащих руках, устало повисших между колен. Встречаясь с чьим-нибудь глядом, он спешил сразу же отвести глаза в сторону. Ксюше даже не верилось, что этот мужичонка, что этот мужичонка и дядя Устин, что они вместе одногодки, вон чего. Даже не скажешь. А Егор чувствовал себя лишним, стыдился своей назойливости, но уйти никак не мог. Стараясь разорвать тягостное молчание, неожиданно для себя хихикнул, как-то по-птичьему даже. Хм, мой-то сегодня меньшой, чуть в шурф не свалился. Ладно, Аграфена его западал рубах и поймала. А то бы да, то бы вниз головой. Хе-хе. У Егора аж мороз по коже прошел, как он вспомнил истошный крик Аграфены и распластанную фигуру Петюшки над черным квадратом шурфа. А она тебе все же все равно захихикал. Отчего бы это? И Ксюшу аж покоробило это хихиканье. И чтобы заставить Егора замолчать, она предложила. Может, чайку попьешь? Дядя Егор. Спасибочка. Сытый. И он помолчал. Ну, разве что за компанию. Поискав место, куда бы положить шапчонку, Егор заткнул ее за кушак, разгладил волосы и подсел к столу. Быстро потер ладони, одна об другую, кракнул и снова смутился. Он пил, полузакрыв глаза, смакуя каждый глоток, восторженно покачивая головой. Хорош чайок. Ух, да чего ж хороший. Ты хлеб-то бери, дядя Егор. Хлеб. Хлеб, вот. Спасибочки. Сытый я. А кто у вас хлебы-то пекет, а? Кто печет? И Ванюшка с гордостью кивнул в сторону девушки. Ксюха. Ишь ты. Выходит, надо отведать, Какие хлебы пекет молодая хозяюшка. А то женихи будут спрашивать, А я и не знаю. Не знаю, что им отвечать вот это. И все-таки взял ломать хлеба, Как оправдывался. И откусил от него. Пожевал, Пошамкал. И говорит, Хорош, Отклебец. Хорош. Шибко хорош. И даже захихикал. И закрутил головой. Можно. Можно такую девку хвалить женихам. Можно. Как, Ксюшенька, Женихи-то поди, Стучат в окно. А? Ксюша зарделась. А Егор становился ей все приятнее. И неприятнее. Точнее, второе. А он, казалось, и забыл про вопрос. Долго смотрел на закушенный кусок хлеба С каким-то даже сожалением, что ли. Потом перевел взгляд на Ивана Ивановича. А артель-то большую станете набирать? А? Человек полтораста. Может быть, даже двести. Хм. Чельный прыск. А заработки? Заработки какие предвидится? Да кто его знает, Егор Дмитриевич? Сам понимаешь. На золоте раз на раз. Не приходится. Как моем сейчас, то рубля по три, по четыре. Не больше. Хм. На поденку? По четыре рубля? А у Ваницкого он за полтинник кожилишься. Да еще и напросишься и накланишься ему за это. Егор взволнованно теребил свою бороденку. Хмыкал и вертелся на лавке. Прям как маленький. Неожиданно спохватился. По что я кусту такой начал? Сытый ведь. Она тебе закусил. И укоризненно качнул головой. Сунул ломать в карман. Выбрасывать то грех. И снова хихикнул. На этот раз Ксюша уже не слышала Егорова хихиканья. Подавая Михею хлеб, она нечаянно коснулась рукой шелковистых волос Ванюшки. И замерла. Казалось, вся кровь прилила к лицу. И сейчас люди увидят ее смятение и поймут. И засмеют еще. И она поднялась и шепнула Михею. Прикрой стол холстиной. Я после приберу. И выбежала из избушки. Обогнула ее и прижала спиной к стене. Может, Иванюшка выйдет. Эх, хоть бы молча постоять вот так рядом. И вот послышали шаги. Все ближе и ближе. И Ксюша плотнее прижалась к стене. Кто-то стал рядом с ней. Даже не оглядываясь, она протянула руку. Сжала чьи-то пальцы. И сразу же почувствовала. Нет, не Ванюшка. Михей, пусти же, увидит еще. Да как же пусти, ежели сама меня держишь. И Ксюша быстро пошла по поляне. Мехей не отставал. — Погоди ты, послушай. И он замолчал. Все было сказано раньше. Что любит. Что живет для нее одной. И что Устин согласен на свадьбу. Что же еще говорить-то? А девушка и без слов понимала Михея. — Ванюшка вот молчит, — думала она. А я хожу за ним так же, как Михей за мной. Да и смотрю на него так же. — Ксюша! — Неужто не быть в нашей свадьбе? — крикнул ей Михей. Но Ксюша уже убежала. Она стояла затаись против избушки в кустах. Ждала, чтоб вышел Ванюшка. И, не дождавшись, пошла медленно прочь. Уставшие осы и шершни заканчивали последний вечерний облет. Облет по цветам. Ксюша очень любила цветы. Цветочки. Но сейчас даже не замечала их. Брыла по самому берегу ключа. Из воды выскакивали хариузы. Ловили мотылей. В лучах заката они казались даже не серебристыми, а красными. Взлетали багряные брызги. Маленькие, сверкающие капли огня. Багряные брызги. Среди огненно-красных фонтанчиков сновал зимородок. На этом тихом ключе он родился. Здесь и обзавелся семьей. Неожиданно пришли люди и поселились по всем кривунам. И все. И нет ему места. Куда ему деться? И зимородок стремительно умчался вперед. И тотчас же вернулся. Почти и налетел на Ксюшу. С криком взмыл вверх и, вновь припадая к самой воде, заметался среди рубиновых хариусов и огненных этих брызг. «Да не трону я тебя. Не трону!» Прошептала девушка и быстро пошла вперед. За кривуном она увидела худую черноволосую женщину в полинялом ситцевом платье с большой заплатой на правом плече. Эта женщина стояла по колено в воде. И, согнувшись, промывала породу в лотке. А голопузый мальчишка лет семи тряс ее за плечо и тянул. «Мамка! Мамка! Исть хочу! Исть хочу! Мамка!» Ксюша хотела было вернуться, но женщина подняла голову, и девушка увидела огромные черные глаза. «Здравствуй!» Вот так просто сказала и женщина. «Здравствуйте!» «И как моется?» «Моется лучше не надо. А золота нет даже на посмотреть!» И эта женщина откинула со лба прядь волос, вышла на берег и устала села на камень. «Мам, мы еще притащили!» «Две девочки, старше лет одиннадцать, принесли на палке ведро с породой». А мальчишка продолжал ее тянуть. «Есть хочу! Есть хочу! Мамка! Мамка!» Чужое неприкрытое горе заставило Ксюшу на время забыть про свое. Женщина приложила руку к левой груди и сжала ее. «Болит, а когда сдавит, страх на меня накатывает. Посиди, девонька, посиди со мной. Хоть словом обмолвимся. Тебя-то как зовут?» «Ксюшей». «Хорошее имя!» «А мою старшенькую Ольгой зовут, а поменьше которая Капитолина. А сынишка Петюшка. Ласковый он у нас, весь в отца. «Посиди, посиди немножко. Хорошо, когда рядом с тобой человек. Ой, больно-то как! Может, водиться подать? Нет, не надо. Сядь лучше рядом, чтобы детишки не видали». И, расстегнув в ворот платья, сгребла пальцами морщинистую грудь. Тихо сквозь зубы застонала. «Пройдет все это. Скоро пройдет». На костре, в закоптелом ведре, парилась мелко нарезанная черемша. Старая девочка помешала ее, заправила несколькими ложками муки. Младшая аж причмокнула. Галопуза и Петюшка дернул сестру за платье и, притопывая босыми ногами, радостно повторял. «Во, во, вот сейчас будем есть, есть будем, а сейчас будем петь. А вот и я, ку-кри-ку!» Из кустов вышел Егор, как всегда колесом ставя ноги, подпрыгивая и размахивая руками. И седенькая козья бородка также скособочена. И все же это не тот Егор, что приходил в избушку картельщикам. Вовсе не тот. Лицо простое, открытое, без заискивания, светлое и приятное. «Где тут моя именинница, а? А ну, поди-ка сюда! А где петух? Петух-петушок, золотой грибышок, масляноголовка, шелковобородка, а? Ку-кри-ку, петушок!» И Егор присел на корточки и захлопал себя по бокам и запел петухом «Ку-кри-ку! Царство лежа на боку!» А глаза у него чуть с хитринкой. Ребятишки все обступили отца. А Егор с шутками-прибаутками положил на большой лапчатый лист гостинцы. Закусанный ломоть хлеба Именно тот самый, тот самый, что сунул в карман в Рогачевской избушке. И половину румяной шаньги. «О-о-о! Живая шаньга!» И Капа даже захлопала в ладоши. «Живая!» «Живая! Самая настоящая! Обмазанная сметаной!» «Эй, нет, петушок! Не тянись за шаньгой! Каждому свое!» И начал делить эти гостинцы. «Это петушку. Он у нас поет, как кукушечка. Вот ему за это и горбушечка. Капка-капитолинка. Не девка у нас, а малинка. Малинка-капитолинка. Да? Хей! К тому же она именинница. Ей понятно. Ей самая серединка. А Олюшке Оле, раз она всех поболе. Да? Оле поболей. Тоже краюшечка. Стараясь никого не обидеть, Егор разломил шаньгу на три равные части. Как сумел. Так же поделал и кусок хлеба. У Ксуши аж комок к горлу подступил. А Егор продолжал балагурить. «Женушка-графенушка, пляши. Пляши и не стой. Накрывай на стол. Что есть в печи, все на стол мечи. Есть хочу, аж пуп к спине пролип. Э? Что не бачишь? Теперь его поди и в огонь не отдерешь». И только тут, только тут Егор увидел Ксюшу и сразу же смутился. «Гостья никак. А графенушка, ты бы упредила меня», — взглянув в почерневшее от боли лицо жены и снова засуетился. Что, грудь опять разломила? «Эх, а графенушка ты моя! Лапушка, что бы это сделал тебе такое?» И он взял руку жены и погладил ее. «А приехал свать-то?» — спросила а графена. «Нет, еще не приехал». «Да поскорей бы уже узнать, возьмут ли вартель». «А как не возьмут?» Устин нарочно на прииск ездил. Вартель меня звать. «Помнишь, поди?» И увидел, что Ксюша уже собирается уходить. И задержал ее. Совсем так, как перед этим задержала ее а графена. Точно так же. «А ты подожди, Ксюшенька. У нас ныне праздник. Капка у нас именинница». И шепнул. «А графенушке будет полегче». «Ты же девка душевная. А за угощение не взыщи. Как ни наесть от чистого сердца». Ну, как же тут. Нельзя было уйти. И Ксюша осталась. Сидя у костра, угощалась пареной колбой. Обжигаясь, пила смородиновый чай. И от души смеялась над Егоровыми шутками-прибаутками. И сама отвечала легко, не думая. Как-то очень легко все шло. Да и ответы получались очень веселые. Смеялась Капка. Смеялась и Олюшка. Петюшка смеялся с большим опозданием. И только лишь потому, что смеялись сестренки. Смеялся. Потому что все смеялись. Но все же гостя ему понравилось так, что перед чаем он отпрыгнул Ксюше. И он протянул Ксюше, зажатый в кулак, кусок, принесенный Егором Шаньге. И солидно сказал. На, куси, только маленько. И вот стемнело. Ксюша решительно засобиралась домой. Егор тоже поднялся и взялся за шапку. Не надо. Я ведь с измальства одна по тайге. Это как хочешь, а я провожу. Сейчас тут много пришлого люду шляется. Шли они медленно. Отражение голубой вечерницы дрожало в болотинах. Бежало впереди, растилая серебряную тропинку с черными тенями от пихт и кустов. Егор шел, ссутулившись, непривычно молчаливый. Но мысли мучили его, рвались наружу. А графена-то жить хочет. Как еще хочет? Как же она хочет? Ежели человек сыт и здоров, он жизнь-то не ценит. Нет. А как только заболеет, почует, вот только тогда и почует. Страшным показалось Егору поставить слово «смерть» рядом с именем Аграфены. Потому и не сказал. Рубанул рукой, будто старался их как-то разделить. И сказал с надрывом. Тогда зачнет жизнь понимать. Вечер как-то легли мы спать, и тут недалеко песню заиграли. А графена поднялась на локте, и вся замерла. А потом шепчет мне, мол, слышь, песня-то какая. Самое, говорю, ей обыкновенное. А она мне нет, говорит. Ни разу я такой душевный еще не слыхала. А утраси словно горы впервые увидела. Словно впервой и опять шепотком мне. Никогда вы такими дивными добаскими не были. А графена шибко жить хочет. И Егор даже приотстал. И Ксюша поняла, что не нужно оглядываться. Вспомнила. Вспомнила его у избушки, заискивающим, хихикающим. Представила его с детишками у костра, по-мальчишески дурашливым, таким веселым и простым. И открылась ей душа человека. Егор все-таки нагнал Ксюшу и снова заговорил. Я так полагаю, будь у нашего петушка хлеба в досталь, перестала бы болеть а графена. Мать ведь. Мать. А от Кель Петька хлеба получит, ежели отец его работы себе никак сыщет. Никак не может найти. Вот и я хвастаю Ксюша. Хвастаю, мол, сват меня ждет. Что нужен я свату, как снег на покос. А ведь вру. И а графена знает, что вру. Но молчит. Ксюша, я пол языком буду вылизывать. Только бы Петька Петушок хлеба у меня не просил. Да и у а графены грудь не болела. Я Ксюша. И тут он замолчал. Он просто не мог признаться. Не мог признаться Егор, что всего лишь несколько дней назад схватил топор и хотел идти на большую дорогу. И таки пошел бы. А графена, наверное, прочла мысли мужа и просто ему сказала. Тоскует по тебе Петушок. Как проснется, так про тебя и спрашивает. Золото у меня а графена. И еще помолчал Егор. Потом тихо сказал. Вчера я с Кузьку Кузьму Ивановича видел. В городских сапогах картуз с лаковым козырьком. Мальчишками мы вместе с ним о лаковых козырьках сокрушались. Ну, вот он и носит теперь. А я накость выкуси. Егор словно даже посмеивался над самим собой. Мне в ту пору осьмой годок шел, Ксюша. А помню все так, словно от него случилось. Мать миску щей налила. Отломила каждому по куску калача. И не успела стрижена девка косы заплесть. Все. А миска уже пустая. Сидим и подбираем со стола хлебные крошки. А есть хочется пуще прежнего. И мать гладит меня по голове одной рукой. А второй фарту к глазам прикладывает. Да и не вытерпел тогда я. Да как заору сквозь слезы. Борову, небось, кожинный день буханки пекешь. Ну и отец поставил меня промеж колен. Ты, Грит, уж большой уже. Понимать должен. Гнитко он аж совсем постарел. А без лошади мы. Мы и не христиане не вовсе. Выкормим Борова. Продадим. Может, и на лошаденку денег хватит. Да еще и тебе картуз новый купим. Черный. И вот, как помню, как только я услыхал про тот картуз, так сразу и про голод забыл. И козырек будет лаковый, спрашиваю отца. Непременно смеется отец и хлопает меня по плечу, а потом говорит матери. Отломи им, мать, еще по ломтику. А я сытый. Я простых щей похлебаю. Я-то слабый человек, Ксюша. А графена тоже так молвит зачастую, что, мол, сытая я сегодня. Понимаешь? Сытая. Так вот, в конце великого поста заколол заколол отец Борова, взвалил его на сани, да и в город, и еще меня с собой прихватил. Идет рядом с санями, кнутом помахивает, и все улыбается в бордо. Не то со мной, не то с собой, говорит. В городе пост кончается. Семь недель мясо не ели, каждый мясному рад будет. А тут еще и Пасха расхватают, расхватают нашего Боровка, за милую душу расхватают. И купим мы себе молоденького Меринка и картуз, напоминаю я отцу, и картуз непременно. И вот приехали мы на базар, а там в мясном ряду еще три телеги с кабанами стоят. Еще три телеги. И только раскрыл отец воз, хозяйки со всех сторон, как мухи, как мухи слетелись. Все щупают кабанчика, хвалят, прицениваются. Ну-ка, отруби мне окорочок, просит одна. Отрубил ей отец. И еще рубить собирается. Да не тут-то было. Ходят хозяйки вокруг, ходят, ходят, толкуются, тычут, а брать не берут. Целых три дня мы этим кабанчиком торговали. А его, почитай, и половина осталась. Уже и подванивать даже стал. Ну и вот, к вечеру отец притащил кадушку, натолкал в нее остатки кабанчика, пересыпал солью, да и говорит мне, ну что, сынок, домой поедем. А картуз? А? Не будет, сынок, картуза. И Маринка не будет. Да, Ксюша, сорок лет уже как прошло, а я все, нет-нет, да и во сне тот картуз с лаковым козырьком вижу. Как увижу, так и хорошо на сердце встает. Вдруг, думаю, и фарт обернется, а? Вот-вот обернется и получит мой петюшка картуз. А капка и Ольга по полушалку. Как-то даже приснилось, будто мой Петька грамоте навострился. Да, и даже писарем стал. Несуразным показалось Ксюше предположение, будто голопузой тот Петюшка когда-нибудь писарем станет. И она даже рассмеялась. Прости, дядя Егор, это я сдуру. Да чего уж там, смейся. Я и сам смеюсь. На грязи же такое. Иван Иваныч сказывал, будто наступит время, когда каждый, каждый обучится грамоте. И у каждого, у каждого будет хлеб. Не знаю, но Петюшке маму не видать такого. И вдруг он рассмеялся. Как-то свободно и легко. Артель, Ксюшенька, будет. И Беловодя не надо. И в рай даже не захочется. И вот, когда до избушки осталось шагов сорок, Егор остановился. Никак кто-то едет в ходки. И заторопился, не разбирая тропы. Побежал, протянув вперед руки. Сват едет, однако. Эй, мужики, сватушка едет, сватушка едет. Здорово тебе, сват. Ох, заждались тебя тут. И отступил. Никак на тебе картуз шлаковым козырьком-то, а? Здорово тебе, Егорша. Эй, Михей, распрыги-ка лошадь. Ксюха, сгоноши-ка чайку. И Устин вылез из ходка. С каждым поздоровался за руку. Слах Устина ничего необычного, но по голосу, по медлительности, движений Иван Иванович почувствовал неладное и сразу же забеспокоился. Устин Силантьевич, как решили в городе с прииском? Да постой, дай отдышаться. Пошли, мужики, в избушку, там расскажу. И усевшись на нары, стал неспеша разуваться. И опять, опять что-то неладное показалось Иван Ивановичу. И Симеон почувствовал. Таит чего-то отец до поры. Ох, таит. Приехал в город, начал Устин, и первонаперво к адвокату, как ты, Иван Иванович, посоветовал. Шустрый такой, молодой, а глаза как у кошки. Он мне все и обделал у господина горного инженера. Так что наш, значит, приискот. Егор даже превскочил. Слава тебе, господи! Погодь ты! Инженер так решил. инженер. А Ваницкий, слышь, дело в суд направил. Вот чего. А двагат толкует, что суд будет по осени только. Ну, вот тогда все и решится. Чей это прииск? Ну, пущай по осени, сватушка. Егор завертелся на нарах и говорит. Наши тортельные эти дни по 4 рубля на выход моют. Это ежели до осени на каждого можно полтыщи рублев зарубить. А ежели поднажать? Ты не учи. Не учи ученого. С горы спускался? Видел? В вершине безымянки костров куча. А? Это как понимать? Мы там, сватушка, мы. Нас там, почитай, сотни три мужиков поселилось, которые семьями, которые холостежники. Все артель ждут. Все. Скажи им, завтра. Завтра наймовать буду. Пусть чай приходят. Иван Иваныч, а что творят по суседних отводах Ваницкого? А? На суседних-то? Строят бараки, разведку ведут. Хм, разведку? А золото как? Да кто его знает? Я в чужих карманах деньги не считаю. Но говорят, богатое золото. Хе, говорят. Говорят, что в Москве кур дует. Отчего. Хороший хозяин и в чужом кармане копеечки наперечет должен знать. Все должен знать. Укоризненно хмыкнул. И вышел. Когда Устин проходил мимо, Егор оробел и приподнялся. Что-то новое было в голосе Устина. Вроде бы стал не в пример басовитей или как. Вроде выше, как стал сват. И про себя Егор подытожил. Ну да. Теперь это тебе не Узька. Действительно. Хозяин. У костра Устин присел на сутунок и задумался. У Пантелеймона Назарыча в суседях молодая вдовуха живет. Своя лавка. Триста рублей наличными. Вот женю на ней. Женю на ней Семшу. У самого Пантелеймона Назарыча девка в родне подрастает. За ней пятьсот дают. Это Ваньше. Сразу же определил Устин. Пантелеймон Назарыч сам мне намекнул. Твой купец, мол, наш товар. А породница с Пантелеймоном Назарычем Такого еще в селе не бывало. А тут эта Ксюха вон болтается под ногами. Долго ли там до греха, а? И пошевелил пальцами босых ног. Хмыкнул. И подозвал Ксюшу. Вот что. Ты девка взрослая. Решай, за кого замуж пойдешь. За Михея? Аль за соседского Тришку. М? И тут замерло. Замерло Ксюшина сердце. Дяденька, никого мне не надо. У меня и думки про это даже нету. Не ври. Эх, не ври. На то воскресенье сговор. На то воскресенье. Поняла? А за кого? За Тришку Альза Михея решай сама. Тебе жить. А сейчас пойди в село. Пеки хлеба. На прииски носа своего казать не смей. Поняла? И пошел в избушку. Царица небесная. Дядя. Ксюша прижала к рту сжатые кулаки. Стараясь заглушить рвущийся крик. Ванюшка быстро подошел к ней. Что? Что такое стряслось? Дядя замуж меня выдает. За кого? За Михея или за Тришку соседского. Конопатого того. А ты как? Но девушка не успела ответить. Устин позвал сына в избушку. И Ксюша метнулась было за ним. Но Устин захлопнул дверь. Чадила коптилка. Мужики сидели на нарах. Устин почувствовал напряженную тишину. И решил рубить сразу. Сходу. Как адвокат научил. Семша, утренний сперва-наперва объяви, что хозяин нанимает рабочих. Иван Иванович, вот, вот твои шестьдесят рублев. Спасибо тебе за выручку. Как ты, мой первый помощник и друг, кладу тебе сорок целковых в месяц. Михею семь гривен в день. Ваницкий более полтины не платит. Тебя, сват? А тебя, сват? Хм. Сразу определю коней пасти. Получать будешь тридцать копеек. И замолчал, выжидая. Сват? А как же артель? Какая артель? Прииск мой. И хозяин здесь я. Кому не люба, скатертью дорожка. Иван Иванович, старшой в полиции, наказывал отписать. У кого ты рабить будешь. А уходить из Рогачева никуда не велел. И повернулся тут к Михею. В то воскресенье шли сватов. И все. И делу конец. И усмехнулся даже про себя. Да, никуда вы не уйдете. Оба веревками повязаны. Иван Иванович поднялся. Так, Устин Силантич. Когда тебя Ваницкий за горло схватил, ты помощи запросил. А он чуть вздохнул посвободней, так и сам в горло вцепился. Так, эх я, Дун Кихот неисправимый. Оставить бы тебя один на один с Ваницким. Он бы и косточки твои все обглодал. Да что с тобой говорить? Помощником я тебе не буду. Пойду в забой вместе с Михеем. Одумайся. Сорок целковых тебе даю. Что? Мало считаешь? Слишком много. С меня довольна семидесяти копеек. Довольно. В этой наступившей тишине было слышно, даже как Ксюша несколько раз торкнулась в запертую дверь. И только Ксюша переступила порог, Арина сразу заметила неладное. Глаза красные, припухлые, в обряде неприбранность. Вроде все с чужого плеча. Забеспокоилась. Сунула в петь чугунок с картошкой и бросила на пол ухват. Что случилось-то, Ксюшенька, родненька? Солнышко ты мое. Ксюша села на лавку у окна и прикрыла лицо ладонями. Плечи ее аж тряслись. Замуж дядя Устин выдает. Слава тебе, Господи! Я-то и думала, беда приключилась какая. Каждая девка, конечно, каждая девка норовит замуж выйти. А сватают? Непременно рвет. Это да. И села рядом. И обняла Ксюшу за плечи. Ну уж так ведется. Уж так повелось. Вековуха и останется. Тоже ревмя рвет. Да. А ну и замужем сладости столько же. Другая и раз замужнилась бы с великой охотой. Да. Отпру. Поп вокруг налой окрутил. Обратно не раскрутишь. Да перестань ты реветь. А? А б скажи мне толком. Хошь, я горшком с кипятком из печи достану. А? Чайку попьешь. И ёкнуло сердце. Неужто за сёмшу её вдают? Ну не оглядывая спросила обеспокоенно. А кто жених-то? Дядя сказал, выбирай. Михей. Не то Тришка соседский. Ух ты, слава тебе, Господи. Облегчённо вздохнула Арина. И достала из печи чугун. Налила Ксюше чаю и подсела к столу. Тришка, мужик, ничего. Ну, конопатый малость. Да, кто с мужика красоту справляет? Шо тебе, стрелять с него чешо? А Михей-то, Михей-то и совсем ладный будет. Но у него, правда, да, не гроша с душой. Зато, зато у Тришкиного отца и корова, и лошадь. Корова хорошая, без мала ведёрница. И пчёл, пчёл улив десять. Достаток. Ну, за Тришку пойдёшь. Опять же, свекровь будет ведьма. Ух, ведьма. Зато у Михея нет никого. Никогошеньки. Сама себе будешь хозяйка. Зато, зато. Мне же, крёстно, не за обоих зараз выходить. Да и не хочу и ни Михея, ни Тришки. Никого я не хочу. Ничего я не хочу. Чу. А это ты уж врёшь. Такая девка в соку. Да чтоб на парня не заглядывалась. Никогда не поверю. Не иначе есть. Есть кто-то на сердце. А? Не прячь глаза-то. Не прячь. Есть, спрашиваю. Есть, пытаю. Кто он? Ну? Скажи. Ксюша. Арина даже пыталась отнять от лица Ксюшины руки и заглянуть ей прямо в глаза. Кто же он? Ксюшенька. Кто? Ой, не спрашивай, крёстно. Всё одно не скажу. Он тебя любит? Да ежели бы знала. Ни разу не намыкнул, Даш. Наверное, не любит. А колечко весной не он подарил? А это вот, вот это самое, с бирюзой. Он. Значит, любит. Ну а потом? Потом что было? Что потом-то было? Что потом? Да как тебе это сказать? Не целовал? Не тискал когда? И нет. Разлюбил. Не иначе. И в голосе Арины появилась даже печаль. Ну, раз не любит, и думать нечего. Давай рядить. За кого тебе выйти? Утришки хозяйства. А Михей, как мужик того, он позабористей будет. И лицом, и корпусней, и вихры эти самые вьются. Глаз. Глаз, пожалуй, даже не оторвёшь. Спохватившись, что как расхваливать мужика неудобно, Арина закончила. Выходи за Михея. За Михея. Ну, опять же, корову Тришкину жалко. А он твой-то знает. Твой-то знает, что тебя сватают, а? Знает. Позавчера, как уходила с безымянки, так и сказала ему. С безымянки? Позавчерась? И сердце Арины заныло. Неужто, Сёмша? Нет. Ну, слава тебе, Господи. Ванюшка? Ты чего глаза прячешь? Ты чего молчишь? Господи! Господи! Да ты что? Ну, за что ж ты его полюбил-то? И не казистый он, и не росту, не голосу тебе. А? Любишь, что ли? Больше себя, крёстно. Росли же вместе. Одними вожами биты. В одну чашку слёзы роняли. Ласковый он. Я даже и обсказать не могу, какой он ласковый. Торопливо говорила Ксюшу. Ишь, ведь оно как, качала Арина головою и думала. Да, любовь зла, полюбишь и козла. Хм! И Сёмша казался ей ласковым. Придёть, огня не зажигаю, а в избушке словно он как солнышко светит. Только вот редко стал приходить что-то, собака. Так, и что же Ваньша тебе ответил, а? Да ничего не успел. Дядя его в избушку позвал, а меня отправил в село. Что, и вчера с ней нашёл даже минутки к тебе добежать? Нет? А? Нет? Любил бы, так прибежал бы. Обязательно. Уж я-то это дело знаю. Ой, как знаю. Да выкинь ты его из головы. Выкинь, Ксюша. Выходи за Михея. За Михея выходи. Ой, из головы, может, и выкину. А из сердца-то как его выкинуть? И Ксюша встала с лавки, отошла в дальний угол избы и припала к грудью, к закоптелой, бремвенчатой стене. Не смогу крёстно выкинуть. Не смогу. А слёзы текут и текут рекою. Да, все мы говорим такое. Ты думаешь, первая вот так вот рвёшь в этом углу? А? Не. Многие плакались. И я тоже. Да. И я рвела. Головой даже билась об эту стенку. А вот, видишь, ничего. Жизнь прошла. Смирилась. А я? А я не смирюсь. Никому не отдам Ванюшку. Фю, девонька. Да как же ты это осилишь? Может, приворожную травку нашла какую? А? Так откройся. Скажи мне. Девки. Бабы на руках тебе носить будут. Я первая в ножки поклонюсь. И вздохнула. Она вспомнила Симеона. Ты чего? Смеёшься, крёстно? И Ксюша резко повернула спиной к стене. Глаза от слёз аж красные. А нижняя губа закушена аж до синевы. Я сидеть сложа руки не буду. Не такая я. Головой стену пробью. Та! С ума вообще спятила девка. А ну сядь. От хлебника водицы. Горячая ты голова. Устин заимел золотой прииск. И Ванюшке купецкую дочь присватает. Вон оно чего. А ты? Ты кто? Ты бесприданница получается. Не ровня. Вон оно чего. Пусть бесприданница. Пусть чернявая. Выкрикивала Ксюша. Душа-то у меня человечье. И я тоже счастье хочу. Не прощаясь, простоволосая, с платком, накинутым на плечи, Ксюша выбежала на улицу и остановилась возле забора. Что-то вспомнила. Мне тоже, ребята, вспомнилось. По поводу этой черемши. Тут черемша, да, она называется еще колбой называли. Но оно похоже, да? Ну так как колба, трубка идет. Если она... Ну черемша же, она что колесная, правильно? Я тоже как-то думаю, дай ну попробуй что-то за черемша. Купил, взял, у нас продавалось. Много чего-то так дохрена я взял цей черемши. И давай салаты фигачить. Оно так чесноком действительно отдает, как чеснок. И я настолько его в те салаты нахерячил. Оно, боже, знос тече, звук тече, за всех дырок тече. Глаза течут, все ж. Оно дуже концентрировано, как атомно получилась ця черемша. Я, что с тех пор, ребята, я ту черемшу не перевариваю. Все. Дед уже не хочет ни черемши, ни хрена. Я лучше цибули возьму. Цибули ахтера, атомного реактора. Но только не ту черемшу. Хай бог милует. Короче, объевся я той черемши и больше ей не хочу. Все. Забирайте ее от меня. Наш шоуров не надо. А вот я смотрю в тайге тоже. Ту черемшу аж прочмокиваю. Думаю, боже, наш шоу воно. Хотя, как говорится, пользительное не бывает вкусным, правильно? Там, наверное, много всяких витаминов. Но, не, я его больше не буду есть. Ну, есть я его не буду. Как тот Петюшка. Есть и есть. А я не, есть я его не буду. В общем, ребята, на сегодня все. Ставьте ваши педали. Увидимся завтра. Завтра в 12. Ого, как обычно. Все. Выходим, ставите все пендели. И вас Бобик нюхает, что все нормально. Он как КГБ. Он будет всех вынюхивать. Кто ставит, кто не ставит. Кто дизлайки ставит, он всех вынюхивает. А потом будете уходить, он за жопу шваркнет вам. И все. И будет вам добрый день. Чтобы вы знали. Вот так вот. Ну, на сегодня все. Увидимся завтра. Все. Пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok